Моя специальность это сервис транспортных средств, обучаюсь как управлению на всех видах транспортных средств, начиная от автосалонов, заканчивая даже водным транспортным и железнодорожным. Здесь я нахожусь, чтобы узнать основные проблемы, связанные на СТО и способы их решения. И также хочу продолжать развиваться в этом направлении и развивать свои навыки управления в компаниях. Потому что сейчас в автосалонах очень глубокие проблемы, связанные с экономикой, и автосервис как раз сейчас на пике возвышения своей деятельности. Потому что сейчас люди не хотят покупать новые машины, они пытаются сохранить свои старые. Соответственно, чтобы сохранить старые, их нужно ремонтировать. И поэтому у нас целая страна клиентов, которые нуждаются в качественной услуге от станции технического обслуживания. Дополнительные услуги, они всегда важны, потому что не стоит зацикливаться на одной какой-то услуге. Если у вас не монобренд, а мультибренд, если вы предоставляете услуги всем автомобилям, то, соответственно, вы теряете качество, но обхватываете большую часть населения. При этом, как раз для этого нужно и развивать еще другие дополнительные услуги. Там, например, те же озонирование, развивать какие-нибудь тоже связанные с кондиционированием и так далее, с чистками. Мойки, детейлинги. Все это очень важно для дальнейшего развития предприятия. В принципе, в нашей отрасли немного. На моем потоке всего 8 человек. В основном у нас два потока – СТС и социокультурный сервис. Большая часть, конечно, отправила в социокультурный, и 8 человек отправились в транспортное направление. Но те, кто отправился сюда, те плотно понимают, что они хотят. У нас уже больше половины группы, которые работают на дилерских центрах, на РЖД работают, в транспортных других сферах. И они как бы тоже пытаются чему-то научиться и показать, чего они научились в своей сфере. Я как бы узнал что-то новое о том, что предоставляют, какие можно еще дополнительные услуги предоставить. Узнал про инновации в информационных технологиях, узнал, для чего они вообще как бы нужны. В общем, Аси нам это говорили, но на примере, в общем, нам это сейчас показали. Как это может нам помочь в дальнейшем развитии бизнеса, чтобы не за партами сидеть, а посидеть там с настоящими мужчинами, у которых уже свой бизнес, у которых свои проблемы, у которых свои достижения, которые пытаются с вами поделиться этим опытом. Ну и вообще это сама сфера, когда небольшие станции технического обслуживания сплачиваются вместе и хотят передалить всякие проблемы, которые у них возникают на своем пути. Субтитры сделал DimaTorzok